МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги дня большой интеграции, о чем договорились на саммите Высшего Евразийского экономического совета, а также игры с последствиями в Минске подростка ударила током на ЖД-станции. Об этом и не только. Мы расскажем в итоговой программе новости 24 часа в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. День большой интеграции в столице Казахстана. На саммите Высшего Евразийского экономического совета в Астане утверждена концепция формирования единых рынков, нефти и нефтепродуктов. Это один из итогов многочасового переговорного дня. Всего же в повестке значилось 14 вопросов. Президенты Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана затронули тему углубления отношений ЕАЭ с третьими странами и международными объединениями, а также не обошли вниманием проблемы интеграционного сообщества. О деталях главного политического события вторника расскажет Евгений Пустовой. В Акардо Александр Лукашенко прибыл первым из президентов. Еще вчера в зале для переговоров белорусский лидер со своим казахским коллегой провел двухстороннюю двухчасовую встречу. Сегодня в этом же кабинете Анар Султан Назарбаев встретился уже с Путиным. Три лидера были прародителями ЕАЭС. Согласно алфавита, президенты тоже держатся вместе и на совместном фотографировании. Короткое фотографирование из-за насыщенной повестки дня. Первый, как и все остальные пункты встречи в узком составе, о сотрудничестве с другими странами и объединениями. Принципы торговли с Поднебесной, новые подходы во взаимоотношении со Старым Светом главы государств обсуждают в буквальном смысле в узком кругу. А за круглым столом президенты оговаривают и условия сотрудничества с Камбоджией. Дворец Нурсултана Назарбаева выстроен с размахом казахских степей. Это напоминает большую территорию ЕАЭС. Но и на таком пространстве интересы любые стран Союза потеряться не должны. ЕАЭС разжал на своей территории тиски Евросоюза и огромные экономики Китая и становится привлекательным для стран с обеих сторон своих границ. Эксперты утверждают о 40 государствах. Кандидат в ЕАЭС, Сербия и Вьетнам хотят свободно торговать со странами ЕАЭС. Союзу пяти может быть полезен белорусский опыт сотрудничества с этими государствами. И сегодня же Александр Лукашенко подписал договор о свободной торговле с Вьетнамом. Изначально пошлины обнуляться на половину ассортимента. К 2025 году на 90% товаров, которыми торгуют участники соглашений. Сегодня уже с уверенностью можно заявить о том, что Евразийский экономический союз состоялся как полноценное интеграционное объединение. Теперь сближение наших экономик проходит в соответствии с теми планами и сроками, которыми мы наметили договоры АЭС. Мы знаем, что по всему миру возрастает интерес к нашему экономическому объединению. Все более интенсивно развиваются международные контакты нашего союза. В этой связи, по моему предложению, как председателя нашей организации в этом году, было объявлено годом углубления экономических отношений Евразийского экономического союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями. На интеграцию интеграции первым обратил внимание Александр Лукашенко. Сегодня, выступая на расширенном заседании, и другие президенты тоже говорят о союзе союзов евразийского и европейского. А вот Александр Лукашенко смело поднимает нерешенные внутренние вопросы. Во-первых, следует избавиться от внутренних изъятий и ограничений во взаимной торговле. Как бы наше объединение не эволюционировало, сначала таможенный союз, затем единое экономическое пространство, наконец, Евразийский экономический союз, количество этих изъятий и ограничений не изменилось. Так и осталось на уровне шести сотен. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне 65 миллиардов долларов. В 2015 году всего 45 миллиардов долларов. Во-вторых, нереализованной остается инициатива выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер зашиты рынка в отношении третьих стран. Третье. В сентябре прошлого года на заседании Евразийского межправительственного совета приняты основные направления промышленного сотрудничества. Мы определились с параметрами согласованных мер по поддержке национальных производителей. Наметили ориентиры взаимодействия в развитии экспорта промышленной продукции. Теперь необходимо активно приступить к практической реализации поставленных нами же задач. Четвертое. Нами сделаны первые шаги по интеграции в энергетической сфере. Выработана, утверждена концепция формирования общего рынка электроэнергии. Сегодня мы рассмотрели такие же планы по газу, нефти, нефтепродуктам. Но от концепции до их воплощения в жизнь путь иногда бывает очень долгим. И причиной тому мы являемся сами. Все, что я сказал прежде, нужно для того, чтобы уверенно вести диалог с внешними партнерами. Для этого нам необходимо сформировать собственный, высокоразвитый, единый рынок. Нам надо самим быть сильными. Надо укреплять всячески свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским Союзом, и с Китайской Народной Республикой, и с другими. Тогда мы будем сильными выступать с единых позиций. Пока этого нет. Среди замечаний Александра Лукашенко до сих пор не реализована белорусская инициатива об общих мерах против государств пятерки, которые в одностороннем порядке закрывают свои рынки от стран-партнеров Союза. Еще в сентябре прошлого года договорились о промышленном сотрудничестве. А дальше, и самое важное, нет единых рынков углеводородов и фармацевтики. В унисон белорусскому президенту глава Кыргызстана. Несмотря на положительные аспекты интеграции, в частности, отмена таможенного контроля на границе с Республикой Казахстан, улучшение положения трудовых мигрантов в России и в других странах, членах Евразии, хотел бы отметить и поддержать Александра Григорьевича Лукашенко в том, что до сих пор очень много различных барьеров между нашими странами. Поддерживая формат вот такого сотрудничества, я хотел бы призвать, чтобы мы и впредь воздерживались от мер, способных поставить под угрозу достижение основных целей и задач интеграции, и направлять свои силы в первую очередь на устранение вот таких барьеров, которые могут дискредитировать саму идею Союза. Но это лишь внутренние нюансы. На международной арене авторитет Евразийского экономического союза растет. Аббревиатура ЕАЭС в одном ряду с такими транснациональными союзами, как ШОС, ЕС и ОСЕАН. Мы поддерживаем предложение казахстанского председательства сконцентрировать усилия на дальнейшем углублении экономических связей Союза с другими странами и интеграционными объединениями. В первую очередь с государствами Шанхайской организации сотрудничества и ОСЕАН. На этом направлении уже сделано немало. Создана зона свободной торговли с Вьетнамом. Готовится перечень конкретных проектов в развитии идеи сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой шелкового пути. Москва будет принимать следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета. В декабре могут быть подписаны новые договоренности, а нынешний саммит оказался более праздничным, чем программным. Соглашению два года. В этом возрасте человек лишь начинает уверенно держаться на ногах. А в формате ЕАЭС по единому экономическому пути движется население пятой части суши. Евгений Постовой, Екатерина Желянина, Максим Сацукевич. Телекомпания СТВ. Казахстан. Астана. И о происшествии, которое, как это бывает обычно, начиналось с детской шалости. В Минске подростка ударила током на железнодорожной станции. Сейчас школьник, 12 лет, находится в реанимации. Мальчик получил ожоги 40% тела. Подросток забрался на крышу поезда, где рукой задел линию электропередач. Подробности происшествия у Дмитрия Бояровича. Трагедия произошла здесь, на станции Минск-Южный. Четверо местных ребят, балуясь, перелезли через ограждение и забрались на крышу товарного состава. Один из них, 12-летний подросток, нечаянно рукой коснулся линии электропередач и получил разряд тока в 27 тысяч вольт. Очевидцы говорят, это произошло мгновенно. Как мальчик дотянулся до проводов, непонятно. Расстояние от них до вагона 3 метра. В теории ударить током может на расстоянии в 2 метра. Как бы там ни было, ребенок получил ожоги 40% тела. Пострадавший жил в 300 метрах от места трагедии. Он один из пяти детей в семье. Родителям мальчиков за то, что дети вышли на пути, грозит штраф. До 105 тысяч рублей. По факту случившегося, следователи проводят проверку. Следователями по материалу проверки опрошены очевидцы произошедшего, работники железнодорожной станции, а также подростки, находившиеся вместе с мальчиком на данной железнодорожной станции. В текущем году уже пострадало в Минском транспортном регионе более 20 человек. Причинами травмирования являются проход по железнодорожным путям в запрещенных местах, подвязание под вагоны. Такие случаи, когда поражает человека электрическим током, случаются. Но вот несовершеннолетние уже второй случай за последних три года. Еще накануне, к слову, БЖД проводила акцию по профилактике подобных случаев. В ней участвовали около 500 человек. И тем не менее, транспортная милиция, медики и общественность вновь призывают. Будьте внимательными на железной дороге. Дмитрий Байрович и Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Белорусские производители табачных изделий будут использовать пугающие упаковки сигарет. И скорее не столько пугающие, сколько реалистичные, которые, так сказать, демонстрируют последствия пагубной привычки. Таковы требования нового техрегламента Евразийского экономического союза. Бой табаку также решили дать и некоторые белорусские компании. Они поощряют сотрудников, которые не допускают перекуров. Юлия Матяш изучила инициативы, которые направлены на оздоровление нации. Андрей затягивался еще со школы. Правда, уже 4 года с вредной привычкой ничего общего не имеет. Тем более, что отказ от сигарет не только позволяет сэкономить внушительные суммы, но и заработать. Компания, где трудится молодой человек, одна из немногих в стране предлагает ежегодные выплаты тем сотрудникам, которые не курят. Коллектив малокурящий. Человека 2-3 максимум. Это правильный шаг тем, кто курит. Повод задуматься. Ставка на здоровый образ жизни дает свои результаты. Например, только за прошлый год 15 человек отказались от курения. К тому же, такая политика компании, которая, кстати, занимается производством рентгеноборудования, один из способов привлечь ценные кадры. Уже более 10 лет руководство компании поддерживает здоровый образ жизни наших сотрудников. И один раз к трудовому отпуску мы воплощаем материальную помощь. На сегодняшний день составляет миллион 200. Мы все-таки хотим, чтобы у нас работали здоровые люди. Уже через год белорусские курильщики на своих пачках найдут совсем неприглядное изображение того, куда направлено дуло сигареты. Половину упаковки займет фото 12 страшных диагнозов. Слепота, новообразование, инсульт, рак легких. Если заядлых любителей это вряд ли остановит, у новичков ожидается оттолкнет. Это снижает спрос. То есть люди, в принципе, не хотят держать эту упаковку в руках. Ежегодно табачной эпидемией на земле погибает почти 6 миллионов человек. Это больше, чем население, скажем, Санкт-Петербурга. В Беларуси курят около 30% жителей, почти каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. И это на 15% меньше, чем в начале нулевых. Да и мест, где предпочитают не прятаться за дымовой завесой, становится все больше. Кафе и рестораны, городские парки и площади уже пришли к бездымной среде. 19 вокзалов во всей стране объявили себя зонами, свободными от табака, оставив для курящих лишь вот такой небольшой островок. За 6 месяцев такой эксперимент себя оправдал. Перроны по исследованиям стали намного чище, а уже вскоре ожидается и ужесточение правил игры для курильщиков. Запрет на никотиновые ингаляции на лестничных клетках, общих лоджиях, детских площадках, территориях пляжей, на рабочих местах и остановочных пунктах. Юлия Матяш, Илья Пучко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Неглюбские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Беларуси. Это уникальное явление народного творчества характерно для Ветковского района Гомельщины. Многоцветная скатерть и покрывала занавески, а местный наряд – один из наиболее архаичных и сложных среди белорусского народного костюма. В мир древних знаков и символов окунулся Александр Добриян. Рушниковый код добра словно молитва на ткани. Стрела, кривули, восьмирожки, круча. В начале 21 века рука неглюбской мастерицы ткет узор, которому 5000 лет. Это то, на чем основывали свои представления о мироустройстве наши далекие предки. Когда-то эти символы сопровождали человека от первого до последнего дня жизни. Мы силу оберега меряем, но это не то, что правильно выткал, и как будто бы все, да, случилось уже. Ты сделал, например, этот рушник оберег, и он тебя уже оберегает, и можешь делать, что хочешь. Такого не бывает. К этому, чтобы ты еще делал, надо самому верить и стремиться. Неглюбские рушники обереги почти полвека назад появились даже в штаб-квартире ООН. Их экспонировали во всех частях света, в своей коллекции их приобретали ведущие музеи мира. А в самой Неглюбке наборник до сих пор. Это такая же неотъемлемая часть жизни, как хлеб или вода. Хочу, чтобы было красиво тоже. И самому сделать, чтобы самому сделать. Рушничок, скатерку и радуешься. Как и сделаешь, уже тогда глядишь, застелешь. Стремление неглюбских женщин к красоте во всем, что делается их руками, сегодня, как и 200 лет назад. Традиция динамично развивается и этим интересным исследователям. Используют неглюбские традиции разнообразные виды ткачества, начиная от бранового, наиболее древнего и закладного ткачества, разные виды. И обилие огромных знаков, элементов. Новость о внесении их традиции в список историко-культурного наследия Беларуси в самой Неглюбке восприняли спокойно. Говорят, главное, чтобы были силы, а ткацкий станок без дела стоять точно не будет. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. И напоследок о празднике, который отмечают одни из главных героинь анекдотов. Речь, конечно, о блондинках. За свои права, так сказать, они борются достаточно давно, а впервые все белокурые леди планеты отметили свой официальный день 10 лет назад. Конечно, сегодня, как никогда, они пытаются доказать, что цвет волос и умственные способности понятия между собой не связаны. Моя коллега-брюнетка Анастасия Бут решила выяснить это наверняка. Девочки, блондинку из меня можно сделать страшно? Мода на белокурые локоны не ослабевает. Жгучие брюнетки и рыжие одинаково жаждут быть похожими на блондинок с постеров. Все почему-то очень хотят быстро и сразу. Ну, мы, конечно, стараемся, делаем им блондинкой. У Светланы Ивановой светлая голова и в прямом, и в переносном смысле. Окончила физический факультет Московского университета, работала в Институте радиационной медицины. А сейчас уже больше 10 лет она преподает. Складывает знания в разноцветные студенческие головы. Сейчас многие мужские специальности и обязанности выполняют женщины. Но, тем не менее, не вижу чего-то особо сложного в физике. Если этот предмет любишь, значит, все получается. Такого же мнения и еще одна блондинка. У Марины Воробьевой три высших образования. Она психолог, логопед и экономист. Шутит, в нынешней работе пригодились все знания. Мне это просто нравится, научить какого-то человека, чтобы он адекватно себя вел на дороге. Женщина, мужчина, водитель он один. Тут разницы, канонов нет. Если сел за руль, так уже управляем. К сожалению, с каждым годом натуральных блондинов в мире становится все меньше. Ученые говорят, примерно через 200 лет они и вовсе исчезнут. А последний светловолосый младенец родится, предположительно, в Финляндии. Пока же самыми богатыми на белые гены остаются страны Скандинавии, Россия и, конечно, Беларусь. У блондинок наблюдается частичный альбинизм, поэтому они плохо загорают за счет малой выработки меланина. Ну, в принципе, и все. Больше никаких фактов о том, чтобы блондинки чем-то по своему поведению отличались от остальных женщин, не установлено. Стереотипы, что блондинки глупые и наивные, уже давно разрушены. Дамы с белокурыми волосами нередко становятся начальниками или бизнес-леди. Но каждая все равно остается женщиной, которая может притвориться кем угодно, если это в ее интересах. Анастасия Бут, Сергей Калокин, телекомпания СТВ, Витебск. Таким был вторник. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. В студии работала Юлия Александрова. Я прощаюсь до завтра. Желаю доброй вам ночи.